Праздничные декорации, классическая музыка, девушки в шикарных платьях, юноши в элегантных костюмах и много чарующих танцев. 27 декабря в музее-усадьбе Михаила Клеофаса Агинского прошел Рождественский молодежный бал. Проведение балов в Северных Афинах стало доброй и красивой традицией. В этот раз впервые участниками бала стала молодежь района. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова поздравила всех с Рождеством и Новым Годом и пожелала, чтобы жизнь была наполнена только радостными и счастливыми моментами. Анна Владимировна призвала молодежь все время идти вперед, а если назад, то только на бал 18 века. Идею провести молодежный бал мы вынашивали целый год. И вот сбылось. Это волшебство под Новый год. Будет ли это традицией? Я надеюсь. Я надеюсь, и мечты сбываются, и пусть избудется эта мечта. Пусть будет традицией ежегодно проводить Рождественский молодежный бал. В республике проходит бал, в области у нас проходит бал. Так хочется прививать молодежи вот эту культуру. Культуру проводить время совместно. Время провождения может быть разным. А танцевать, общаться – это настолько радостно, это настолько торжественно именно в эти новогодние праздники. Я вижу, как горят глаза. Я вижу, с какой легкостью поднимается наша молодежь, когда их зовут станцевать полонез. Поэтому я уже довольна. Анна Владимировна отметила, что мероприятие для участников бесплатное. Его финансировал отдел идеологической работы и по делам молодежи в рамках выполнения государственной программы по молодежной политике. Сказочная атмосфера бала словно перенесла всех присутствующих на несколько веков назад. Ведущие праздника объявили первый танец, и все погрузились в волшебный мир грации, утонченности и красоты. По традиции бал открыли полонезом – триумфальным шествием всех участников. 20 пар закружились в танце, несмотря на то, что многие исполняли полонез впервые в жизни. Мы приглашаем замечательных танцмейстеров из города Минска. И сегодня у нас в гостях Дмитрий, который изучал эту эпоху, и он очень ее любит. Поэтому он старается нашим гостям все это преподнести. Все показывает замечательно, и у наших гостей все всегда получается. Поэтому мы приглашаем в нашу усадьбу всех наших жителей, не только нашего района, но также и гостей из нашей Беларуси, чтобы все приезжали, нужно поднимать и развивать традицию балов XIX века. Программа мероприятия была очень насыщенной, интересной и необычной. Чарующие звуки музыки приглашали участников на торжественный полонез, королевский вальс, изящный гросс-фаттер, веселую мазурку и зажигательную польку. В перерывах между танцами звучали музыкальные композиции в исполнении талантливых учителей Минской школы искусств номер 20. Гости были очень впечатлены красотой усадьбы Агинского. Впервые вступили на порог этого замечательного заведения, были очень впечатлены. Конечно, гордость берет за то, что у нас в Беларуси такая есть замечательная усадьба. Очень воссозданы красиво все интерьеры старинные, прошлись по всем залам. Были очень впечатлены. Ну и я думаю, что сегодня наши мои коллеги-музыканты, которые и выступают сегодня для зрителей, они сами также получат хорошее впечатление, как артисты, которые участвуют и в самом бальном мероприятии. Они танцуют, получают тоже колоссальное удовольствие. Я думаю, им тоже очень понравится сегодня. В начале люди немножечко были скованы, как-то так рабели, как мне показалось, со стороны. Но в общем, в дальнейшем все получили, мне кажется, большое удовольствие, раскрепостились, как-то выдохнули и чувствовали себя очень уверенно, как профессиональные танцоры. В мероприятии приняла участие финалистка конкурса «Мисс Беларусь-2021» Яна Богданович. Она отметила, что рада разделить новогоднее настроение с присутствующими и пожелала всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, тепла не только в домах, но и в сердцах. Немножко готовилась, естественно, представляла, как это все будет проходить. И мои ожидания воплотились в реальность. Я очень рада, что меня пригласили сюда в качестве почетного гостя. Я очень рада и испытываю такое настроение великолепное. Танцы были не запланированы, никто не знал до этого. Но все так неплохо справлялись по ходу действия, пытались что-то, скажем так, станцевать. Каждой девушке хочется почувствовать себя принцессой, а тем более на балу. Поэтому в таком, сказать, образе сегодня я нахожусь здесь, на Рождественском балу. Рождественский бал – это возможность незабываемо провести последние дни уходящего года. Танцевальный вечер оставил яркое впечатление в памяти каждого. Некоторые танцы, которые входят в программу, мы с партнером немного танцевали заранее, дабы, так сказать, выглядеть более-менее хорошо. На самом деле получилось и вальс, и полонез, и даже полька. Настроение есть праздничное, потому что, ну, во-первых, это улыбки на лицах у людей, которые, ну, и непосредственно создают эту атмосферу. Это был настоящий праздник молодости и красоты. Водушевленные лица молодых людей говорили о том, что они впечатлены необычным мероприятием. В этот вечер участники бала смогли перенестись в другую эпоху и почувствовать себя желанными гостями Михала Клеофаса Агинского.